Команда в напряжении Среди членов жюри Антон Волков, президент Тамбовской открытой лиги КВН, за игрой команд следит уже третий раз. Любимчики есть, но кто именно предпочел промолчать? Сам Антон Волков ровесник Тамбовского КВН, а играть начал с 1997 года. На его взгляд школьники ведут себя на сцене уверенно. Сборная рассказывала, молодцы ребята. Уровень намного стал выше. И сегодня третий раз в финал. Я думаю, сегодня все даже совсем замечательно. И действительно, финал был по-настоящему зрелищным. Команда сорвала аплодисменты зала. Через год после съемок в рекламе «Снигерс» Анастасия Волочкова решила вернуться в большой балет. Смотрим. Дура! Это балет! Команда «Клюквин и Фрэш» ровно год играют в школьной лиге. Состав менялся неоднократно. Но завершают первый сезон. Со слов капитана команды, они на достойном уровне. А в этом сезоне было уже все серьезно. И собрали новую команду и стали играть. Стали готовиться потихоньку. Первую игру мы проиграли сильно. Потом стали расти и стали выигрывать. Коронный номер команды «Пчелки». От игры к игре история «Пчелы» давала свое развитие. А в финале подошла к логическому завершению. Привет, Пчелки! Привет! Так и останусь, наверное, и один. Как обычно, главная тема миниатюр – это ситуация из жизни, своя интерпретация сцены с фильмов на злобу дня. Ребята, как могли, старались понравиться и членам жюри. Для жюри в финале стояла непростая задача – выбрать не только лучшую команду, но и определить игрока сезона. По итогам финальной игры первое место у команды «Козырь Крести» – город Тамбов. Второе – «Клюквенный Фрэш». Третий – 13-й район Мальщина. Лучшим актером и игроком члены жюри единогласно выбрали Артура Амиряна. Для него был приготовлен специальный приз – велосипед. К следующему сезону жюри высказало пожелание, чтобы принимали участие не только команды городских школ, но и районных. Талантливые ребята есть везде, подчеркивает президент Тамбовской открытой лиги Антон Волков. Подрастающее поколение новых КВНщиков должны радовать зрителей и собирать полные залы. Тем более начинающим юмористам есть с кого брать пример – команда города Степан Расказ. На днях им тоже предстоит игра. Хотелось бы пригласить всех 12 мая в учебный театр ТГУ 18.00 на 1.4 финала. Рассказовцы, приезжайте болеть за Степан Расказ. Продолжение следует...